Игорь, немного не очень хорошая связь, именно с звуками ввиду, так ты виден прекрасно, но я хочу немножко, чтобы ты прокомментировал свою последнюю публикацию, с которой я полностью согласен. Я еще давно говорил, что Путин не остановится и Беларуси самый лакомый для него кусок. И вот ты буквально очень подробно и со всеми возможными сценариями описал это. Я хочу, чтобы мы даже этот пост процитируем сейчас в сюжете, в небольшом видео. Давайте, включайте. Рейтинг Путина рекордно снизился на 12% по данным Левада Центра. Этот режим может существовать только в режиме военной паранойи, когда кругом враги и единственный защитник от них сильная власть. Скорее всего, Кремль будет вынужден предпринимать новый агрессивный демарш на международной арене, чтобы ослабить недовольство граждан своей внутренней политикой. Наиболее безопасная и выгодная цель Белоруссия. Лука местной элите и населению смертельно надоел. При этом в перспективы белорусской оппозиции никто не верит. Все надежды связывают с Путиным, реальный рейтинг которого в Беларуси много выше, чем у президента страны. За Лукашенко не вступится никто. Более того, как говорят хорошо информированные люди, у российских властей есть компромат на Лукашенко. Мы на фронте. Не выдержим эти годы. Провалимся. Значит, надо будет или в состав какого-то государства идти, или от нас просто будут вытирать ноги. А не дай бог развяжут еще войну, как в Украине. Ну, это прямо вот твой пост, это цитата. Ты действительно думаешь, что в каким-то обозримом будущем таким или иным способом Путин предоставил Беларусь? Если коротко, там просто Петрович подробно написал вариант развития своих коротко, за пару минут можешь рассказать, какой может быть вот этот белорусский аншлюз? Да, в Беларуси это как бы сейчас, в данный момент, это самая легкая и такая вкусная для Путина жертва. Потому что понятно, что Прибалтка все-таки это страна, страны НАТО за ней стоят и так далее. Ну, в Казахстане тоже свои обстоятельства и тоже как бы туда он не полезет. А в Беларуси запросто. Почему? Потому что, во-первых, Лука уже стар и власть его слабеет. Я общаюсь с представителями белорусской эмиграции, причем с людьми, которые в свое время были высоковоставленными довольно людьми в Беларуси. Они говорят, что реально Лукашенко уже не тот и он капитально всем надоел. И параллельно, парадоксальным образом в Беларуси, особенно среди элиты, среди силовиков, растет культ Путина. Что вот Путин такой крутой, он победитель, он своих силовиков подогревает и подкармливает гораздо лучше, чем старый Лука. И в таком духе. Значит, в этой ситуации, ну, учитывая, опять-таки, репутацию Лукашенко нулевую на международной арене, запад на него тоже не вступится. Есть еще и горы на него компроматов, в том числе и связанных с убийствами аббурдиционеров и там других его личных врагов, которые происходили на рубеже 90-х нулевых годов. И это тоже может быть использовано. Это тоже ружье, которое сейчас висит на стене, но из него в свое время могут выстрелить. И дальше, как бы, тут есть два варианта. Или жесткое давление на Лукашенко и шантаж, чтобы с целью получить от него некую бумагу, да, шлюсь договор, какой-то проект постепенной интеграции Белоруссии в Российскую Федерацию, там, предположено, правах, неких особых правах субъекта Федерации. Или же некий верхушный переворот против Лукашенко, после которого новые власти, ориентированные на Кремль, опять-таки, просятся в Россию и просятся заключить, опять-таки, этот договор об аншлюсе. Так что вот эти два варианта одного события, они очень сильно грозят Белоруссии, грозят, в общем-то, всему постсоветскому пространству, потому что аншлюз Белоруссии тоже может стать одним из этапов восстановления вот этого, этой советского и уродливой империи.